Путешествие по Вселенной вместе с Европейским Космическим Агентством 25 мая 2012 года. Впервые в истории частный космический корабль стыкуется с МКС. Орбитальная доставка груза до сих пор была под силу лишь ведущим космическим державам. Теперь это удалось коммерческой компании. Нашим главным приоритетом была надежность технологии, но перед нами стояла и другая важная задача. Найти возможности для инноваций, улучшений, которые снизили бы стоимость космических перевозок. И мы многие из них внедрили. Теперь нужен настоящий прорыв, быстрый переход к такому же многоразовому использованию аппаратов, как в авиации. Пока команда МКС разгружала пристыковавшийся Dragon, на Земле продолжали спорить, сможет ли калифорнийская компания SpaceX добиться коммерческой прибыли с ее планом многократного использования всех ступеней ракет и космических кораблей. До сих пор SpaceX получал половину финансирования от НАСА, которая тратит сотни миллионов для стимулирования развития коммерческого орбитального транспорта. К 2017 году частные компании возьмут на себя обязанности по доставке астронавтов на Международную космическую станцию и другие объекты на низкой опорной орбите. Это очень важно. НАСА десятилетиями заказывала изготовление космических аппаратов и самого разного оборудования у коммерческих компаний. Теперь Вашингтон планирует полностью отдать частному сектору сферу простых орбитальных услуг. НАСА сосредотачивает силы на передовых исследованиях, ориентируясь на новые космические прорывы и оставляет коммерческим компаниям полную свободу в разработке и использовании их собственных космических проектов. Приобретая вместо космических аппаратов непосредственно услуги по орбитальной транспортировке, мы не только обеспечим соблюдение принятых стандартов безопасности, но и ускорим темпы инновации, потому что компании от молодых стартапов до уверенных лидеров будут конкурировать в разработке, строительстве и запуске новых средств доставки людей и грузов в безвоздушное пространство. В Европе частно-государственные проекты пока ограничиваются спутниковой связью, но здесь не сомневаются, со взрослением сектора космических услуг коммерческие компании будут играть все большую роль. Вполне нормально, что поначалу эта сфера деятельности была новой и нуждалась в значительной государственной поддержке, но с какого-то момента она достаточно окрепнет и будет опираться на компании, стремящейся к независимости от государственного финансирования. Частные компании США строят свои проекты на научном наследии НАСА, продолжая неоконченные государством программы, такие как TransHab — надувные орбитальные жилые комплексы. Компания Bigelow Airspace использует тот же принцип в своем проекте частной орбитальной станции. НАСА на самом деле только идею надувных модулей придумала, ничего больше. У них это хроническая проблема. Проекты, существующие только в виде презентаций. Они что-то придумывают, а потом вмешивается Конгресс и зарубает проект на корню. Так что НАСА предложила идею, но внудрять ее в жизнь со всеми деталями и инженерными решениями пришлось нам. Компания уже запустила два прототипа, чтобы показать, как надувные модули позволяют получить большой жилой объем при необходимой защите от радиации и космического мусора. Bigelow рассчитывает на сотрудничество со SpaceX и другими космическими перевозчиками, чтобы доставлять на свою будущую станцию постояльцев. Проживание, как обещают, обойдется дешевле, чем на МКС. Коммерческие проекты упрощают отсутствие госрегулирования. Сейчас действительно все очень несложно. Де-факто в правительстве США нет органов, ведающих орбитой. Существует подразделение Федерального управления гражданской авиации, занимающиеся коммерческими взлетами и посадками. Но на орбите никакой власти нет. Сейчас все операции в космосе регулируются общими рамками конвенций ООН в 60-70-х годах. Космическое законодательство предусматривает, в частности, ответственность государства, с территории которого запущен объект, за любой потенциальный ущерб. Как мне кажется, роль частного сектора будет двухплановой. Во-первых, он будет выполнять заказы государственных космических агентств, как это мы сейчас наблюдаем на МКС, куда частная компания доставила груз. И в этих случаях государственные агентства смогут сохранять определенный контроль над происходящим. А во-вторых, с появлением у частных компаний способов выхода в космос, они лет через 10-15 разработают свои собственные планы космических исследований. Эта деятельность будет в какой-то мере регулироваться государством. Потому что, в конечном счете, именно государство несет финансовую ответственность за возможный ущерб. Но частные компании смогут самостоятельно решать, чем им заниматься в космосе. Еще один закрытый был проект воплощается сегодня в штате Колорадо. НАСА хотело сделать из HL-20 спасательную шлюпку для орбитальной станции. Частная Сьерра-Невада Корпорейшн пошла дальше. «Дримчейзер» проходит аэродинамические испытания, чтобы стать космическим такси и возить людей на орбиту и обратно. Эта конфигурация несущего корпуса позаимствована у советской разработки Бор-4. Ее смог изучить НАСА-вский центр в Лэнглии. И там пришли к выводу, что эта форма обладает некоторыми прекрасными характеристиками. Она очень стабильна по своей сути, так что при возвращении на Землю она будет лететь правильно, без особого контроля. Специалисты НАСА уделили этому проекту тысячи часов. И когда наша компания выбирала проект космического чернока, мы решили, что было бы глупо начинать с нуля. Лучше взять что-то, во что НАСА уже вложило кучу исследований и труда. Мы обратились к ним за информацией, за результатами испытаний. И они их предоставили как и положено. Государственное агентство обязано давать частной промышленности пользоваться плодами затраченных государственных денег. Дримчейзер, запуски которого должны начаться в 2014-м, будет стартовать вертикально и возвращаться, планируя, как шаттл. Но более безопасной, благодаря размещению на верхней точке ракеты, нетоксичному топливу и системе экстренной эвакуации экипажа при запуске. Мы видим задачей нашей компании разработку системы транспортной связи с нижней опорной орбитой под коммерческим управлением. Разумеется, с помощью и поддержкой НАСА. И это позволит самой НАСА сосредоточить усилия на более сложных миссиях, таких как высадка на астероид или возвращение на Луну, или когда-нибудь на Марс. Помимо всего объема научных исследований и экспертизы, Дримчейзер получил от НАСА 100 миллионов долларов государственных средств, уделяемых для поддержки частного космического транспорта. До сих пор космические агентства, по сути, водили коммерческие компании за ручку, рассказывая и указывая, что конкретно им нужно сделать и как это сделать. Теперь, по крайней мере, в некоторых секторах мы переходим к схеме, в которой мы определяем конечную цель и позволяем частной промышленности самостоятельно к этой цели идти. Будущее космического туризма, еще одного многообещающего сектора частной космонавтики, обретает форму в пустыне штата Нью-Мексико, где строится первый в мире частный космопорт для суборбитальных полетов. Архитектурное решение Костера и партнеров отражает заявленную идею экологичности. При этом космопорт «Америка» стоит у военного полигона, чьим воздушным пространством он может пользоваться. Это терминал и ангар, все в одном здании. Ангар с обеих сторон, и в них помещается до двух самолетов-носителей «White Knight 2». Бизнес-модель у нас довольно интересная. До сих пор мы пользовались финансированием штата, деньгами налогоплательщиков, чтобы построить космопорт. К 2014-му мы должны выйти на самоокупаемость. Так что мы собираемся диверсифицировать источники дохода, часть прибыли обеспечат запуске клиентов, а остальное мы заработаем на туристах, посетителях, которые будут приезжать посмотреть на космопорт «Америка». Компания Virgin Galactic решила сделать космопорт «Америка» своей основной базой. Ее белоснежные ракетопланы будут поднимать туристов на 100 километров вверх, где официально начинается космос. Несколько минут невесомости и вид Земли в иллюминаторах обойдутся в относительно скромные 200 тысяч долларов. Сотни будущих пассажиров уже стоят в очереди с билетами, дожидаясь начала полетов, как обещается, через пару лет. Мы знали, что в мире есть множество мечтающих полететь в космос. Но даже 50 лет спустя, после первого пилотируемого полета, мы все еще видим, что слетать туда удается лишь горские людей. Так что Ричард Брэнсон, как это ему свойственно, нашел сферу, где был неудовлетворенный коммерческий спрос. И начал думать, что с этим можно сделать. Туристический ракетоплан будет подниматься в воздух самолетом-носителем, отделяться от него и продолжать взлет на ракетном двигателе. В будущем такие суборбитальные полеты могут стать обычным видом планетарного транспорта. Я думаю, таких космопортов будет много, потому что мы ориентируемся на космические перелеты из одного места в другое, как в обычных самолетах. Частный космос делает первые серьезные шаги, но предстоит решить еще немало задач, прежде чем коммерческие компании смогут зарабатывать с оказанием надежных и доступных услуг по перевозкам и проживанию в космосе. Редактор субтитров А.Семкин